Пока, туристы! Возвращайтесь на Пхукет! Привет! Сегодня вам расскажу, как заработать 2 с лишним миллиона бат за 20 месяцев, инвестируя в недвижимость Пхукета. Я нахожусь на крыше уже готового комплекса. Отсюда мне будет вам удобно показать, что находится рядом. Вот вы видите аквапарк. До него можно дойти пешком. Это пятизвездочный отель Гранд Сентаро, а за ним аэропорт. Посмотрите, какая же живописная картинка. Там море, пляж Майкхау, буквально 450 метров от комплекса. Там на берегу растут казуариновые деревья, в тени которых можно спрятаться от палящего солнца, такого, как сейчас. Температура воздуха плюс 35 градусов. Многие нас спрашивают, какая погода в дождливый сезон. Вот такая. Начнем уже обзор комплекса. Так как здесь рядом аэропорт, мы, к сожалению, не можем поднять дрон и покажем вам всю красоту с крыши. Посмотрите, бассейны, их в комплексе 7, джунгли, вот там горы. Отсюда даже видно пляж Найанг. Помнишь, не так давно мы снимали про комплекс The Title? Кому интересно, посмотрите по ссылке в подсказке. В комплексе два здания, по 8 этажей в каждом. Всего 346 юнитов. 22 квартиры, еще доступны для продажи. Вся подробная информация на сайте. О, какой фонтан в виде рыбы. Посмотри, посмотри, как круто. Это первый комплекс с отельной лицензией на Пхукете. А это значит, что квартиры здесь могут сдаваться посуточно. Проект сдан, и сейчас он доступен для владельцев квартир. Полноценно как кондотель начнет функционировать с октября 2019 года. В каждом здании есть ресепшн, где будут круглосуточно встречать и провожать постояльцев. Вот буфет, а в соседнем здании есть ресторан. Пойдем посмотрим? Какой вместительный зал. Здесь будут проходить завтраки в виде шведского стола. Скорее всего, они будут включены в стоимость номера. Здесь даже есть сцена, и рядом бар. Все как любят наши. Мне в этом комплексе много что напоминает российский курорт. Я заметила, что в этом районе, даже в супермаркете 7-11, тот, что через дорогу, большой выбор алкогольной продукции. Совпадение? Глянем меню. Гриль-ресторан. Стейки от 400 бат. Паста 295. Есть тайские блюда. Например, жареный рис с морепродуктами 190. И напитки. Кофе. Лата 90 бат. И апельсиновый сок с 60. Есть десерт еще. Как вы считаете, дорого или нет? Напишите в комментариях. Там рядом с рестораном по обе стороны здания есть терраса. Для тех, кто предпочитает кушать на свежем воздухе. Там даже над каждым столиком есть вентилятор, крыша, которая укроет и от солнца, и от дождя. Прекрасный вид на бассейн, сады. В целом можно поставить 10 из 10 баллов. Такого размера рестораны я видела только в крупных отелях. Территория гигантская. 5,6 рай. 70% которой отдана под инфраструктуру. Сады, бассейны, парковка. Есть детский клуб, фитнес-зал, спа. И все это великолепие охраняется 24 часа в сутки. Даже не верится, что строительство завершилось в такие короткие сроки. Это просторные апартаменты на первом этаже. С двумя спальнями, гостиной, совмещенной с кухней и выходом к бассейну. Кухня небольшая, но функциональная. Есть все необходимое. Микроволновая печь, чайник, холодильник, удобная глубокая раковина, вытяжка, плита на 4 комфорки. Это прекрасно. Но готовить на таком малюсеньком пространстве неудобно. За это кухне ставлю 9 баллов. Наверное, придется использовать стол. Зато можно нарезать что-нибудь и параллельно смотреть телевизор. Мебель не самая дешевая. Смотрится стильно. Столешница из камня. Обивка стульев из кожзама. Видно, что мебель рассчитана на большой туристический поток. Есть еще диван, который можно использовать как дополнительное спальное место. Это удобно, если вы приезжаете на отдых с детьми. Посмотрим спальни. Тут все просто и элегантно. Массивная мебель из дерева, выполнена в классическом стиле. Кровать размера квинт-сайз. Вместительный шкаф-купе. Здесь место для длинных платьев. Сюда можно разместить чемоданы. Здесь все остальные вещи. И есть ящики для белья. Пойдем в ванную. Пол и стены облицованы керамогранитом. Смотрится стильно. И даже эта простая раковина и зеркало хорошо вписывается в интерьер. Есть стандартная лейка и тропический душ. Хочу обратить ваше внимание, что нагреватель здесь проточного типа. В Таиланде практически везде стоят такие. Потому что нет необходимости сильно нагревать воду. Чаще после жаркого дня хочется принять прохладный душ. Как минус я бы отметила отсутствие перегородки. Но так как это отель, уборкой вам заниматься не придется. В ванной ставлю 9 из 10 баллов. Пойдем во второй спальню. Она идентична предыдущей, только шкаф другой, попроще. И такая же ванная комната. Во всех комнатах натяжные потолки с современными светильниками. А на полу керамогранит. Естественно, есть кондиционеры. В спальню ставлю твердую десятку. И как вишенка на торте, во всех трех комнатах панорамные окна. С видом на бассейн. А выйти к нему можно только через гостиную. Посмотрите, какой чудесный вид. За него я прощаю этой квартире все минусы. И моя итоговая оценка 10 баллов. Могу смело рекомендовать этот комплекс. А сейчас самая важная информация. Вот так здесь все выглядело еще 20 месяцев назад. И квартиру можно было купить за полтора миллиона бат. Сейчас она стоит от 4 миллионов 200 тысяч бат. Делайте выводы сами. Но сильно не расстраивайтесь. У вас есть великолепная возможность инвестировать в новый проект от этого же застройщика. Называется он 3 семерки. Продажи уже стартовали. Цены начинаются от 2 миллионов 200 тысяч бат. Заинтересовались? Пишите, звоните, мои контакты в описании. Ставьте лайки, делайте мне приятно. Подписывайтесь на канал и все такое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok